Момент волшебства, когда поднимается занавес. Момент, который разделяет на до и после, словно погружая в другое пространство, творческое, яркое, полное новых впечатлений. Театр – это состояние души. Театр – это эмоция, нерв и напряжение. Диалог артиста с каждым его зрителем. И это не работа. Это искусство – уметь проживать свою жизнь в разных ролях. Мастера перевоплощений высшего уровня. Мастера своей любимой сцены. Я не могу выделить какую-то одну. Потому что даже роли второго плана я стараюсь работать так, чтобы они были и заметны, и понятны зрителю. Я не могу выделить какую-то одну партию, честно скажу. У меня очень много. Это и Джильда из Регалеты, и Снегурочка, и Царицу ночи из Волшебной флейты, и Виолетта из Травяты. Это огромное количество. Их нельзя выделить. Они все очень разные. Когда я пришел в наш театр, то я сразу столкнулся с тем, что приняли как своего сразу. Ну, мне уже было 30. Я думал, что, ну, может быть, это как-то правило поведения. Потом увидел, особенно, когда приезжали великие певцы к нам на фестивали. Там Архипова, Образцова, Мэрия, Берешу и так далее, и так далее. Иглеслав, Пивко. Они все, общаясь с нашим коллективом, не только с солистами, и с хором, и с балетом, если он в спектаклях был задействован, отмечали то, что у нас очень теплая, душевная атмосфера в театре. И многие говорили, что у нас такой нет, а у нас есть. И вот эту традицию мы стараемся сохранить. Влюбленность в театр, наверное, еще со школьной скамьи, будучи еще ученицей художественной школы, я уже увлекалась театром, мой педагог об этом знал. И до сих пор где-то лежат, хранятся в моих где-то там запасниках мои те детские, юношеские какие-то зарисовки, эскизы по театру. Поэтому любовь к театру – это, наверное, с детства. Традиции и опыт длиной почти в век. В прошлом году Самарский академический театр оперы и балета отметил свое 85-летие. Творческая история учреждения началась с яркой кульминации. Первый спектакль опера Модеста Мусоргского Борис Годунов собрала аншлаг. На сцену она вернулась через 80-летий. Театр обратился к шедевру в 81-й сезон. Постановка стала новым вариантом прочтения материала, обращением к прошлой своей страны и потрясающим исполнением классики, актуальной во все времена. Для Ирины Комаровой художника-модельера отдела по изготовлению головных уборов. Подготовка к опере запомнилась на всю ее творческую жизнь. Есть на самом деле такой уникальный головной убор, который в общей сложности делался, наверное, где-то порядка полутора месяцев. Это кокошник Ксении из спектакля Борис Годунов. Он сделан по историческому образцу. Там так называемые шишки, которые все расшиты бисером. То есть это очень мелкая ручная работа, которая очень трудоемкая и по времени много занимает. Первый мой большой спектакль был сделан на порядку 300 головных уборов. Ну, если посчитать, я не знаю, за тысячу уже, наверное, перевалило. Уже большая часть моей жизни проходит именно здесь, потому что здесь я работаю уже 16 лет с огромным удовольствием. После окончания консерватории я сюда приехала и, в общем-то, улюбилась в этот город и в театр, и здесь осталась. Здесь потрясающая атмосфера. Дело в том, что здесь очень здоровый, хороший климат внутри театра, что встречается, в общем-то, нечасто. И так получилось, что, когда я сюда приехала, нас так, в общем, очень хорошо приняли, обогрели. И здесь шел огромный репертуар, что не могло не привлекать. Это еще было до реконструкции, и до реконструкции очень много спектаклей было, в которых я принимала участие уже. На протяжении первого десятилетия в офисе театра оперы и балета было больше 30 постановок. В годы войны на этой сцене работал эвакуированный в Куйбышев коллектив государственного Большого театра оперы и балета. Вершиной музыкальной жизни для нашего города в 20 веке стало исполнение на сцене театра 7-й Ленинградской симфонии Шостаковича. 70-е годы стали эпохой режиссера Бориса Рябикина, который поставил оперу «Бородина князь Игорь» в исторических декорациях. В 90-х годах театр обратился к малоизвестным и забытым шедеврам «Мадлене Прокофьево», «Опере Андрея Петрова», «Петр Первый». Самарские постановки оказываются сенсацией российского и мирового уровня. Премьера оперы Слонимского «Видение Иоанна Грозного» удивила тысячи зрителей. Труппы театра рассказывают о себе городам нашей страны и за рубежом. Артисты много гастролируют в России и не только. Важной вехой в истории Самарского академического театра оперы и балета стала реконструкция, которая продолжалась с нескольких лет. В 2010 году зал представили публики, и артисты впервые вышли на обновленную сцену. У нас собрали такой концерт большой, очень красивый. И мы выходили, просто пели арии. И было очень любопытно, потому что такая была атмосфера. Было понятно, что замечательный, акустический, во всяком случае, для меня подходящий зал. Но он был новый и немножко такой какой-то пустой еще. Но прошло очень много лет, и сейчас я выхожу на сцену, и это уже, как говорят в храме, бывает намоленное место. И здесь вот уже энергетика абсолютно своя, домашняя, хорошая, здоровая. Тут должны быть хорошие певцы, тут должна быть хорошая атмосфера. Потому что если существует антиорганизм между людьми, то на сцене он виден. И зрителю в первую очередь, потому что это не скрыть. Поэтому стараемся, чтобы были наши, как мы называем, это наши. Вот пришли, год-два-три посмотрят, вот это наши. Ну и вот стараемся, чтобы это все сохранилось. Естественно, чтобы были голосистые все. И актеры хорошие, чтобы были, и хотя бы потенциал, который можно развивать. Вот. А так, в первую очередь, душевность и духовность. Это самое главное. Коллектив хороший. Я так знаю немножко труппы разных театров России. И могу сказать, что коллектив очень сильный. У нас очень хорошие группы солистов, группы всех голосов солистов, которые могут своим мастерством украсить любой оперный спектакль. Что, в общем, так и происходит. В общем, ставятся самые непростые оперы. И, в общем-то, наш коллектив с достоинством это все воплощает. Свидетелем тому, в общем-то, практически аншлаги на всех спектаклях театра. Сейчас в репертуаре театра Евгения Онегин, Пиковая, Дама, все три балета Чайковского, Севильский цирюльник, Князь Игорь. В прошлом году были поставлены оперы Шостаковича, леди Макбет Мценского уезда, детская комическая опера Кравченко, Айда Балда. На сцене театра проходят крупные фестивали, басы 21 века, фестиваль классического балета имени Аллы Шелест, фестиваль Мстиславу Ростроповичу при участии маэстро Валерия Гергиева. Для того, чтобы попасть на некоторые постановки, билеты бронируют заранее. Зрители любят, зрители идут и хотят видеть. У меня есть достаточно большая группа поклонников еще со времен того времени, когда здесь был организован клуб любителей оперы. Вот они приходили сюда, и организатором был Дмитрий Сибирцев, который показывал им последние видео записи опер с лучших театров мира. И все эти люди, они приходили на наши спектакли, на концерты. Они следили за нашими какими-то успехами, за нашим творчеством. И часто поздравляли там какие-то праздники, писали открытки, писали свои впечатления. Даже я помню, были какие-то в газетах маленькие такие сообщения о том, что какое-то мнение выражалось. Поэтому для нас это очень дорого и ценно, и мы всегда, в общем-то, стараемся все-таки какое-то качество поддерживать, чтобы вот та часть, которая нас любит, население, она не разочаровывалась у нас. Наш театр является не только оперным, он очень многоплановый. Здесь идут и сказки, и музыкальные театры, и музыкальные спектакли, опереты. То есть мы работаем на очень разного зрителя. И я считаю, что охват зрителя у нас очень большой, поэтому нас зритель любит. За всю историю театра коллектив был удостоен огромного количества наград. В 2017-м копилка пополнилась еще несколькими престижными достижениями. Среди них победа в первом региональном конкурсе компании «Достояние губерний» и победа в областной общественной акции «Народное признание» в номинации «Единство и успех». Сотрудники учреждения уверены, самая большая награда – это любовь зрителей. «Народное признание» для Самарского академического театра оперы и балета – это аншлаги, это цветы после того, как закрывается занавес, это благодарные возгласы «Браво», это те люди, которые вновь и вновь приходят в зал, чтобы встретиться с особой театральной магией. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова